Всем привет! Новое видео на канале GadgetMoney и сегодня я хочу поговорить о компании Realme. Давайте начинать, поехали! Я стал счастливым обладателем смартфона данной компании, входящей в концерн BBK, куда также входят OnePlus и Oppo. Собственно, корпорация большая и многоуважаемая, в том числе и за пределами Китая. Итак, я стал счастливым обладателем Realme X2 Pro и, собственно, как и все, купившие данный смартфон, хотел бы получать актуальное обновление патча безопасности и также актуальную систему. И сегодня речь пойдет как в названии видео, скорее всего, почему Realme обманывают своих покупателей. Ну, все очень просто. Не просто так данная фраза звучит в контексте и в названии данного ролика, а именно потому, что в течение нескольких дней, на протяжении уже недели, я очень тщательно слежу за новостями, которые предоставляет компания Realme через свои официальные источники. И наблюдая также в нескольких местах, в основном это соцсети и форумы, о реакции людей, которые, соответственно, владеют техникой компании Realme. Телефон, который я приобрел, работает на девятом андроиде с предустановленной операционной системой с оболочкой ColorOS 6.1. Не буду называть патч, точнее номер непосредственно прошивки, потому что это никакого значения не имеет именно к контексту. То есть, почему, в чем же, собственно, обман не буду тянуть? Обман, собственно, в том, что, конечно же, из-за мировой ситуации, сами знаете с чем, и программисты, и люди, кто отвечают за развертывание обновлений, они, скорее всего, были на карантине или находятся на карантине. И те сроки, которые были приняты в конце 2019 года, а в ноябре-декабре 2019 года, были анонсированы обновления, которые вы увидите сейчас здесь. Они выглядят следующим образом, где русским четким языком было написано, что обновления, допустим, для флагманской линейки, и в таких смартфонах, как XT и X2 Pro появятся, соответственно, телефоны обновляются в марте. Что, собственно, происходит сейчас? Если вы зайдете на официальную группу ВКонтакте компании Realme, вы можете пройти, кстати, ссылочку оставлю в описании, под каждым постом, который делает компания, на своей официальной странице имеет многотысячную аудиторию, а если быть точным, это почти 50 тысяч человек, 48 тысяч человек находятся под каждым постом, соответственно, люди пишут, где обновление, где обновление, где обновление. Идет, заканчивается уже первый квартал 2020 года, все мы знаем, что мировая экономика терпит убытки в связи с, сами знаете, чем, но это не умиляет тех моментов, что сроки предоставления новейшего программного обеспечения в виде объявленной и анонсированной прошивки Realme UI, то есть это будет новая надстройка над Android уже с 10 модификацией, то есть с Android 10, люди не понимают, почему они приобрели смартфон, то есть даже флагман, то есть сейчас обновление получили уже несколько смартфонов, по-моему, 5 Pro, еще какие-то не буду точно говорить, но если что, можете проверить по ссылкам в описании. Есть, опять же, сайт, официальный сайт, где есть в разделе поддержки прошивки, там до сих пор предоставлены данные по декабской прошивке, то есть по декабской прошивке, и она уже обновилась в феврале, то есть сейчас прошивка, которая непосредственно содержит исправление от какого-то, по-моему, от 21 февраля. Так вот, к чему этот бадхерт? Почему нас компания Realme, собственно, обманывает? А обманывает она нас тем, что не говорит нам конкретизации. Они говорят, что обновления уже запущены и развертываются, действительно так. На индийском рынке смартфоны компании уже многие получили Android 10, опять же, с обещанной Realme UI, и, соответственно, продолжают получать. Нам же почему-то не говорят четко, нет официальной информации о том, что на сайте бы написали пост или баннер бы сделали уважаемые пользователи, приобревшие технику компании Realme на территории России и глобальную версию на территории Европы, вы получите обновление в ближайшее время. А именно, допустим, до начала мая, с конца марта или с начала марта до начала мая, каждый из ваших смартфонов обновится на актуальную версию операционной системы. Тем самым бы они исключили бы вопросы в свою сторону и упреки о том, что производитель, то есть люди бадхертят именно компанию в том, что пользователи упрекают их, что они приобретают телефоны, и так не совсем мало, скажем так, известные компании на территории, допустим, России, я сейчас отвечаю конкретно за свою страну, и не получают тем самым, допустим, даже компания-конкурент Honor, то есть Honor уже для своих смартфонов предоставила развертывание операционной системы на базе Android 10, хотя что Huawei, что Honor находятся, соответственно, под санкциями. Они почему-то думают о своих пользователях очень быстро. Опять же, компания китайская, я думаю, что программисты сидят не только в Китае, это вообще можно делать на удаленной работе. Дело не в этом. Смысл в том, что многие компании-конкуренты компании Realme, которая тоже не полуподвальный Китай, они, соответственно, как пользователям кажется, думают, и мне почему-то так начинают казаться, думают о своих пользователях более, скажем так, более тщательно и больше думают о своих пользователях, чем, допустим, представители и сама компания Realme. Ни в коем случае это не обвинение, обновления, более чем уверен, придут в самое ближайшее время, потому что если, опять же, начать разговаривать о том, что открыть пресловутую группу ВКонтакте, официальную группу ВКонтакте от компании Realme, в каждом посте, в каждом, буквально вот в каждом посте по 100, по 200, по 300 комментариев, то есть и так, не так уж много людей приобретают, которые хотят купить технику Realme, они спрашивают, ребята, где обновления? Обновления будут в ближайшее время, они идут. Куда они идут? Написали бы русским языком. Ребят, вот мы все понимаем, что дабы избежать нагрузки на сервера и так далее, обновления, нету такой кнопки, типа раз, нажал, и весь мир обновился, допустим, на актуальную версию операционной системы. Нет, это происходит все поэтапно, то есть, допустим, сначала обновляется какая-то определенная страна, даже может быть части стран, то есть нельзя для того, чтобы избежать нагрузки на сервера, чтобы это все не упало и работало корректно, это все делается поэтапно. Они это заявляют, что обновления идут, проверяйте настройки, обновления, программного обеспечения, а там кукиш с маслом. Это народ начинает, скажем так, нервировать, люди не понимают, что им говорят, потому что действительно обновления идут, люди чекают каждый день. Ну, допустим, у меня на протяжении недели что-то как бы поднадоело мне чекать эти обновления, как бы, я получаю информацию из источников. И вот такую информацию я получил, а конкретно с официального аккаунта инстаграма компании Realme, которые вот так вот, как уже отвечают на поставленные вопросы, и я выяснил, что в марте обещанные обновления, обещали их еще в декабре, что в марте конкретно телефоны компании Realme, а именно мой свежеприобретенный телефон, на который, кстати, я снимаю, Realme X2 Pro обновится до новейшей операционной системы Android 10, они, собственно, не придут в марте, они придут в апреле. Опять же, мне, например, ну, я начинаю уже как бы так соу-соу, то есть 50 на 50, хотят сомневаться, являются ли слова того человека, который использует, отвечает мне, отвечает от имени официального аккаунта с инстаграма Realme, являются ли, допустим, это правдой. То есть нет четкого понимания. И поэтому компания Realme, на мой взгляд, сугубо мое личное мнение, обманывает своих пользователей. Нет, чтобы на официальном... То есть это ни к чему уж не обязывает. Вам наоборот скажет спасибо, все, ребят, успокаиваемся, расходимся. А вот русскому человеку, ему когда начинаешь, типа, ты дебил, и обновления уже запущены. Какие обновления? Для каких телефонов запущены? Нет перечислений. Они говорят, что для всех телефонов, ну, для всех телефонов, созданных там нашей компанией, и проданных на территории России, обновления идут. Куда, блядь, они идут, извиняюсь за выражение? Нету четкого понимания. Написали бы, ребят, пожалуйста, мы начали развертывание обновлений, все происходит поэтапно, по регионам. Вы получите это, там, с 1 марта по 15 мая, к примеру, если вы хотите сделать себе запас прочности по срокам. Нет. Может быть, они боятся, что они обосрутся, что они обещали в марте. Но мы все понимаем, ситуация мировая, сами знаете, из-за чего. Но не успели вы в марте. Есть определенные... То есть сейчас, допустим, с декабря, там, по февраль проходило развертывание бета-тестирование, да? Вот мне до сих пор сейчас, кстати, они ответили. Ответили конкретно. А, нет, это люди пишут. Люди пишут, я ссылку скину, то есть там действительно, ну, такой, ну, действительно, ну, просто холивар. Люди спрашивают, где обновление, где обновление. Они спрашивают не потому, что они не любят компанию Realme, а им потому, что интересно. Они купили телефон, которым заявлена поддержка, там, в течение, там, двух-трех лет последней операционной системы, в течение, там, трех точно лет поддержки патча безопасности. Я купил телефон за 35 тысяч рублей. Я хочу, так же, как... Вот почему я не купил Honor 20, на котором уже стоит Android 10, стоят там исправления камеры и так далее, и так далее. Хорошо. Не хотите дать развертывание, соответственно, всем? Я хочу стать бета-тестером, я хочу потестировать. Пожалуйста. На официальном форуме, на англоязычном форуме Realme есть у них тоже, типа, как большие фан-клубы, большой официальный фан-клуб, где, соответственно, есть инструкция на английском языке, что надо скачать два файла, установить себе на телефон, после их установки вам придет бета, то есть, ну, приглашение, регистрация в программе бета-тестирования. Но, опять же, на данный момент, на тот момент, когда я купил, я в этот же день начал все это дело, я был уже готов к этому, то есть, я был уже готов установить бета-версию Android 10 на свой телефон, свежекупленный, только ради того, чтобы, допустим, потестировать и рассказать своим зрителям и вообще рассказать всему миру о тех ощущениях и о той программной оболочке, что, соответственно, они придумали. Но нет, опять же, бета не приходит. Я установил эти два файла, не приходит. Я удалил эти два файла, не приходит бета. Я пытаюсь получить ответы. Почему? Конец марта, сегодня 23 число, осталось, условно, там 7-8 дней до конца месяца. Я не думаю, что в этой неделе придут такие... То есть, я сейчас практически уверен, что они не придут, потому что уклончивые ответы, а это именно официальные ответы, по крайней мере, с официальных аккаунтов компании Realme на территории Российской Федерации. Поэтому происходит... То есть, ну, люди начинают... Вот, я понимаю тех людей, которые, типа, надо было покупать Xiaomi, там обновления каждые 10 дней, чё? Ну, да, наверное, может быть, надо было покупать компанию Xiaomi, тоже официально представленную на территории России. Может быть, надо было купить компанию Honor, тот телефон 20 Pro, который, как бы, в камерах, наверное, скорее всего, выиграл, потому что пока неоднозначная ситуация по камерам, да, если посмотрите мои предыдущие видео. Во всём, в принципе, меня телефон устраивает. Но, вот, как раз-таки, напрягает только то, что тебе пытаются на кривой кобыле проехать. Вы скажите точно, прямо вот точно. Даже сроки от и до, они более точны, чем... идите, проверяйте обновления. Они уже вышли, вы дебилы, их не видите. Мы не дебилы. Уважаемые представители компании Realme, вы, скорее всего, это посмотрите. Мы не дебилы. Дайте чёткое понимание, когда пользователи на территории России, на территории Европы, на территории стран, соответственно, СНГ, там, Украина, Беларусь и Казахстан, где официально вы представлены, между прочим, на секундочку, когда они получат обновления до Android 10, как бы, почему ваш флагман за овер 35 тысяч рублей, как бы, до сих пор не обновлён. Вот меня бомбит по этому поводу, как бы, и я очень понимаю тех людей, которые под каждым постом пишут. Они, допустим, собирались представлять у комьюнити, спрашивают, когда, типа, 27-го, в 16-0-0, типа, будет встреча, с... онлайн-встреча, типа, с будущими покупателями смартфона C3, S3, C3, без разницы. Потом отвечают, потом они также пишут, что по техническим причинам эта встреча будет от меня. По каким причинам? Почему онлайн-конференция, она может быть... Ну, то есть, 27-го числа, типа, на Tmoli должна начать продаваться их новинка, как бы, бюджетный смартфон с очень крутыми, типа, характеристиками. Я, допустим, ну, я-то думал, что я получу бетку, никаких проблем не будет, но я бету не получил. Я бы, может быть, дважды подумал, да, вот, то есть, какое отношение? Если меня сейчас, как бы, немножко, скажем так, ну, подкидывают насчет обновлений, то почему это не может произойти дальше? Я думаю, что обновления придут. Здесь стоит не в том, вопрос не в том, что они придут или не придут. Здесь четкое понимание, что в марте месяце, по словам, официальным источникам от компании Realme, обновления на ваши смартфоны до Android 10 к вам не придет. На некоторые смартфоны, причем я не понимаю, почему бюджетная, средне-бюджетная линейка у нас обновилась, да, операционная система, либо она уже выходила, но, скорее всего, обновилась, да? На какие смартфоны? Мы не можем вам сказать, когда обновления придут конкретно вам, надеемся, что это случится в ближайшее время. Многие пользователи уже получили обновления на свои устройства. Какие, блядь, пользователи? Какие четко устройства получили, какие четко устройства получат там с 20 марта по там 1 июня уже я отодвигаюсь автоматически, как бы чуть ли не до лета. Вы просто четко скажите, вот с этого, с этого срока получите 100%, если вы уверены в своих словах. Но вот так вот вести с русскоязычными пользователями нет никакого смысла, потому что они все равно вас выведут на чистую воду. Я понимаю, что вы аккуратны в своих выражениях, для того, чтобы потом не отвечать за свои же слова. Но с вас живыми не слезут в том понимании, что либо вы получите резко негативные оценки и вы это ощутите на покупательском спросе и без того не совсем известного бренда на территории России. Либо будете просто честны со своим пользователем. Скажите мне конкретно, вот X2 Pro, когда он обновится? Он обновится в апреле? Когда в апреле? С 1 по 30? Пожалуйста, ожидайте. Почему вы остановили программу бета-тестирования? Значит, у вас какие-то может быть неполадки, то есть у вас какой-то идет камбэк в плане, что что-то неправильное работает в бете, вы, может быть, это исправляете. В чем причина? Вы информируете своих пользователей, вы не информируете, вы спрашиваете, о каких котятах, каких животных вы фоткаете, или какие животные у вас, типа, то, сё, пятое, десятое. Вы не о том думаете. В общем, с вами был Павел. Компания Realme обманывает своих пользователей, по крайней мере, на 23 марта 2020 года. Если так, пиши свое мнение. Если считаешь так же, пиши свое мнение в комментариях, ставь лайк, распространи, в том числе в официальную группу Realme Россия. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok